добрый день я приветствую всех зрителей и гостей канала 18 соток и сегодня мы будем с вами готовить филиппинский пряный банановый соус для бананового соуса нам понадобится перец я взял аджи кристалл это среднеострый сорт перца с остротой от 30 до 50 тысяч единиц нам понадобится 5 перчинок вы можете взять любой слабоострый перец либо если вам нравится чтобы соус был более острее можете добавить сюда каенского перца также нам понадобится один лавровый лист 2 зуба чеснока 1 лук у меня он красный можете взять обычный белый и 2 спелых банана 1 столовая ложка с горкой томатной пасты у меня томатной пасты нет я взял соус 3 столовых ложки можно взять яблочный уксус я взял белый винный уксус уксуса нам понадобится 120 миллилитров 1 чайная ложка соевого соуса 2 столовые ложки растительного масла рафинированное это для жарки и 60 миллилитров чистой воды 2 столовые ложки сахара пол чайной ложки черного молотого перца 1 восьмая чайные ложки соли и две гвоздики вначале нам надо измельчить лук луковицу берем маленькую измельчаем помельче чтобы она обжарилась не было больших кусков безмельчаем помельче можно брать и белый лук не обязательно красный у красного лука так выражен вкус лука не такая острота и горечь мне больше нравится чем обычный лук мелко измельчаем теперь убираем немножко лук и подготавливаем перец это перец средней остроты сколько семян у него очень большое количество не очень острый так что можно и руками каенский перец так руками не почистите он очень жгучий вот кристалл чем не нравится как бы самый любимый наш перец для борща посмотрите какой толстостенный он очень сочный и вкус у него лично это мое мнение напоминает грейпфрут очень приятно очень вкусный чистим перчик красота какая запах какой от него идет просто бесподобно вы можете играть даже если вас нету большого количества острого перца вы можете заменить его сладким и уже добавить острого сладкий перец вас будет как наполнитель от него тоже идет хороший аромат вот такие вот хорошие интересные перчинки они довольно толстостенный этот перец очень и очень высоко урожайный с одного куста до сезона разнять до 4 килограмм он легко выращивается в открытом грунте с легкостью ранний сорт можно сказать средний ранний очень большое количество перца у него вкус прямо усыпан перцем хорошо если кто любит соленый перец это просто бесподобный плотность большая и он сочный будем защищать остальное я очистил перец от семян теперь надо будет его порезать подготовить к жарке сильно мелко не надо резать вот такими где-то кусочками можно сказать на 4 часа и все хвостики посолить это все убирается все теперь надо будет подготовить чеснок чеснок просто нарезаем колечками измельчать его не надо чеснок у нас пойдет для аромата какой запах идет от чеснока красота все чеснок подготовили теперь нам надо будет почистить бананы бананы надо будет натереть на терочке они должны быть крупными можно даже перемолоть его в блендере превратить в кашицу я не буду пачкать блендер я натру его на терку мы измельчили банан теперь подготавливаем кастрюльку и можно взять глубокую сковородку на загоретую сковороду вливаем растительное масло и обжариваем лук чтобы он стал мягким и прозрачным теперь добавляем перец и чеснок до появления аромата прошло 2 минуты все обжарилось теперь добавляем соус а если у вас будет томатная паста вы добавляете томатную пасту обжариваем 1-2 минуты потом будем добавлять пюре банана и остальные ингредиенты теперь добавляем пюре банана теперь добавляем остальные ингредиенты высыпаем сахар соль черный перец добавляем сюда лавровый листик вливаем водичку соевый соус и уксус теперь соус на медленном огне будем готовить в течении 20-30 минут надо постоянно помешивать, чтобы соус не пригодил прошло 30 минут за 5 минут до окончания я добавил водички сейчас прокипело если вы можете сами регулировать какая высота соуса вам нужна я не люблю когда сильно выстое теперь нам остается извлечь лавровый лист и гвоздику и оставить все содержимое чтобы оно остыло потом загрузим все в блендер и будем измельчать вот такой вот соус у нас получился сейчас мы будем его измельчать кусочки он есть кусочки перца если для вас соус очень густой вы можете добавить немножко кипяченой воды и сделать такую консистенцию которая вам более нравится вот такой постоподобный соус у нас получился теперь переливаем соус по бутылкам такой соус хранится в холодильнике в течение месяца так с этого количества ингредиентов у нас получилось две бутылочки одна 250 миллилитров и вторая 100 миллилитров в общей сумме 350 миллилитров этот соус можно применять как к рыбным блюдам мне очень нравится он с салатами к мясу к хот-догам вообще везде где применяется слабоострый соус мы очень любим этот соус нам очень нравится так и две бутылочки нам хватит ну я не знаю на неделю ну через неделю все будем делать снова так что оставайтесь на нашем канале мы будем снимать новые рецепты и до новых встреч всем пока у меня я не знаю почему это